Доброе утро! Если у вас есть хоть одно хроническое заболевание, то к осень вы готовитесь ответственно. Ведь именно в это время года обостряются многие болезни. Особенно это касается заболеваний суставов. Но как с этим бороться и почему именно так происходит, сегодня узнаем в нашей программе. О том, почему именно в холода у нас болят суставы, нам сегодня расскажет врач-ревматолог и УЗИ опорно-двигательного аппарата Голубева Мария. Доброе утро! Доброе утро! Почему именно в холода осенью болят суставы? Для этого на самом деле есть несколько причин. Во-первых, осенью холодает. Во-вторых, осенью чистые перепады атмосферного давления. В-третьих, осенью, к сожалению, мы больше подвержены к различным инфекционным заболеваниям. И в-четвертых, это гиподинамия, то есть снижение активности в жизни, уменьшение количества спорта, времени, активно проведенного на улице. Можно как-то всего этого избежать, чтобы наши суставы были здоровы и не болели? Давайте поподробнее остановимся на каждом пункте. Осенью холодает. Сейчас, к сожалению, резкое похолодание. Все мы не привыкли, стали доставать теплые куртки из гардеробов из своих. Получается так, что наши суставы получают свое питание из кровеносных сосудов, которые реагируют на холод и спазмируются, то есть резко сужаются. Для того, чтобы крови хватило в первую очередь жизненно важным органам – сердцу, легким, кишечнику, почкам и так далее. Суставы при этом остаются как бы в стороне. Поэтому им элементарно не хватает крови, кислорода, тепла, поэтому они начинают реагировать на недостаток этих веществ тем, что они начинают сильнее болеть. Осенью мы сталкиваемся с тем, что перепады давления атмосферного, перепады погоды, но эти пациенты даже заранее чувствуют, что завтра будет дождь или снег. Моя бабушка такая, она сразу говорит, так, если у меня болит сустав, то значит завтра похолодает. Да, все правильно. Среди ревматологов даже ходит такая шутка, что наши пациенты – это лучшие метеорологи, которые предсказывают погоду. На самом деле в этом есть доказательная база, то есть это все не просто придумано бабушками и дедушками. Дело в том, что в рецепторах много, в суставах много барорецепторов, то есть рецепторов, реагирующих на перепады атмосферного давления. Повлиять, к сожалению, мы на это никак не можем. Приходится как бы понимать и сталкиваться с тем, что мы уже имеем. Но как можно минимизировать последствия таких перепадов? Самое главное, что если у человека уже есть какое-то заболевание суставов, то нельзя ни в коем случае отменять терапию, назначенную врачом. Базисные препараты – это нестероидные препараты, препараты, модифицирующие его артроз. Нужно продолжать принимать, ни в коем случае не бросать прием этих препаратов и не уменьшать дозу без рекомендации лечащего врача. Что касается нашего как бы влияния на похолодание, скажем так, то, конечно, нужно теплее одеваться. То есть не зря бабушки кутают свои коленки шерстяными платками, в этом есть доля истины. Им на самом деле от этого легче, и коленочки не так болят. А пациентам, страдающим суставными заболеваниями, на самом деле, нужно не только куртку на себя одеть, но и перчатки, и теплые штанишки, и теплые носочки для того, чтобы сохранить здоровье своих суставов как можно дольше, чтобы не войти в обострение, из которого выходить потом тяжелее, приходится принимать больше препаратов, приходится прибегать к помощи, возможно, каких-то инъекционных методик, физиолечения и так далее. Чтобы этого избежать, конечно, нужно одеваться теплее. Если мы говорим о инфекционных заболеваниях, опять-таки, в связи с похолоданием, к сожалению, мы чаще болеем, начиная от банальной простуды, ОРЗ, заканчивая гриппом, коронавирусной инфекцией и так далее. В ревматологии существуют отдельные хипласты заболеваний на фроне инфекции, это реактивные артриты. Мы не будем этого касаться, это отдельная большая тема. Но очень часто даже при банальном респираторном заболевании бывают обострения основных суставных заболеваний, остеоартрозов, остеоартритов и так далее. Поэтому, конечно, рекомендация для пациентов – избегать контакта с инфекционными заболеваниями, с теми, кто болеет, избегать скопления мест, там, где много людей, тем более в закрытых каких-то помещениях. Обязательно как можно чаще мыть руки, обрабатывать дезинфицирующими средствами, возможности носить маски, если есть необходимость, если нет к этому никаких противопоказаний. И давайте разберем с вами четвертый пункт, о котором мы сейчас с вами не сказали. Это гиподинамия. Как с ней бороться? Больше двигаться? Но ведь осенью, осенние депрессии невозможно. Гиподинамия – да, это уменьшение активности, скажем так. Осенью многие мои пациенты более возрастные возвращаются с дачи, огородов, где они много времени проводили на улице, занимались, пускай физическим трудом, немного тяжелым в какой-то степени, это не просто спорт, но тем не менее у них было движение с утра до вечера. Осенью в городе необходимости в ведении огородных работ уже нет, холод заставляет сидеть по своим квартирам, и поэтому выйти на улицу, чтобы даже просто элементарно прогуляться или тем более заняться спортом, конечно, желания мало. Но делать это нужно обязательно, потому что суставы получают питание только при движении. Сустав кровоснабжается таким образом, что кровь к нему идет как губка, скажем так, и поэтому без движения в гиподинамии или в адинамии сустав не получает питание, он не получает крови, он не питается, поэтому процессы дегенеративные, то есть возрастные какие-то происходят там еще быстрее, соответственно, сустав сильнее болит, быстрее разрушается, ну и далее по пунктам, скажем так. Поэтому нужно стараться включать прогулки в своих ежедневных, в свои ежедневные расписания, по возможности занятия спортом на свежем воздухе или в спортзале. Сейчас открыты уже бассейны по всему городу и области, поэтому было бы желание. Огромное вам спасибо! На здоровье! Сегодня мы поговорили о том, почему именно в холода у нас болят суставы. Теплее одевайтесь и занимайтесь спортом, а также берегите себя и будьте здоровы!